Набутов здесь. На правах рекламы. И вы знаете еще, что вот за этот месяц, когда ты томился на океаническом побережье, попивал пинья колады, манговые фреши и так далее, читал, естественно, новости безостановочные, и вот почему ты тосковал? Вот не только по снегу, по вот этой, так сказать, ноябрьско-декабрьской погоде, прекрасный, радующий глаз и нервная система, но еще ты тосковал, вот если без шуток, по кайфовой, вкусной нашей еде. Так хотелось борщица, стопочку водочки, бутылочку сальса. Я могу об этом говорить, да, Паш? Вы как никто можете быть. Вы как никто, Виктор Кириллович. Ребята, у нас Екатерина и Петр Кондратьевы. Здравствуйте. Привет, Петя, Катя, здрасте. Я очень рад вас видеть. А мы-то как вас видеть? Я очень, я очень рад есть то, что вы делаете. Это потрясающие интересные люди, подвижники, которые, ну мало того, что реализуют какие-то бизнес-проекты в нашей стране, а это уже дорогого стоит. А во-вторых, они вот находятся, они похожи на меня, потому что они занимаются тем, что находятся на стыке двух вещей, которые меня вот особенно сейчас в жизни интересуют больше всего. Это вкусная еда и высокие технологии. Ну это то, о чем мы можем говорить в эфире. Вот. Потому что они делают ресторанную еду в своей компании IceU, которая замораживается при помощи акустической заморозки. И это уникальная, разработанная в России технология, которая позволяет сохранить не только полезные свойства еды, но и вкус прямо ресторанный. Или домашний, если хотите. Да, я правильно говорю? Да, все верно, именно так. И это наше удовольствие. Это не только то, что мы хотим нести людям, то, что мы сами потребляем. Петь, расскажите, ну не молчи, я понимаю, кто у вас в семье главный, в конце концов. Ну как обычно. Итак, что такое это? Просто на чем стоять? Что это такое это акустическая заморозка? Вы кричите на еду? Мы ее заговариваем. Включаем мотер. Да, мы ставим музыку. Ну если серьезно, то акустическая заморозка это уникальная технология. И что приятно, российская появилась не так давно, пару лет назад. И в основе ее лежит фундаментальная идея о нано-кристаллизации льда. То есть как это происходит? Это нано-технологии знаменитые? Это не те, о которых, возможно, кто-то подумал в каком-то контексте. Ну нано-это же меньше, чем микро. Это меньше, чем микро. Значит, и это мы сейчас все объясним вам. Ну если по-простому. В процессе заморозки продукт подвергается воздействию акустических волн. Ну да, той самой музыки. Мы говорим, что у нас лосось шутим. Где-то мы шутили, да, что лосось у нас под Моцарта замораживается. Там цыпленок под техно, а щечки тяжелый рог. Но если серьезно, то есть это воздействие акустических волн, конечно, на частоте, недосягаемой человеческом, нераспознаваемой человеческим ухом. Но которые, тем не менее, делают очень важную работу. А именно, не дают нарастать кристаллом льда в процессе замораживания внутри клеток продукта. Предотвращая разрушение этих самых клеток. А в итоге, что получается? То есть, нано-кристаллы льда, которые интегрированы в эти клетки, при размораживании, что мы получаем обычно? Да, продукт... Кашу. Ну... Вымораживается. Так говорят, что при разморозке теряет воду. А почему? Клетка разорвана, вытекает лимфа, влага и так далее. Здесь нет, клетка остается абсолютно целой. И при разморозке получается, что свойства продукта остаются в неизменном виде. Фактически, вы не отличите свежеразмороженный продукт с замороженной акустикой от продукта в первозданном виде. И тому есть много свидетельств, научных тестов. Например, капуста хрустит. Мясо мягкое. Я вот клянусь, вот не врет, Катя. Хрустит так же, как деньги. Я пробовал. Кстати, извините, ребята, сейчас, Петя, вы закончите. Нам вот тут принесли блюдо. Я напоминаю, нас можно смотреть в Ютубе. Нас нужно смотреть в Ютубе. И напоминаю, наши контакты, они не менялись в последние 20 лет. Плюс 7903-797-6333. Номер для ваших WhatsApp-сообщений. Что от вас сейчас требуется, ребята? Значит, у меня поднос. Вот он, смотрите. Вот почему я говорил про борщ на далеком Тихом океане. Это он? Нет, это ратату из сезонных овощей. Посмотрите, такая штабь. Я пробовал. Офигенная, нет слов. Как там хрустят цукини? Каша овсяная классическая. Куриный суп с лапшой. Вот такая. Но она шайба. Вот, представляете себе, для тех, кто не видит, ну, хоккейную шайбу, знаете. Вот по ширине примерно такая же, но только в два раза больше. Вот она. Кстати, отдельный разговор, почему это шайбы. Да. Мы его пока придержим. Солянка сборная мясная. Ферганский плов из говядины, как в фергане. Так, что еще? Это далеко не все из всего номенклатуры, которые вы на icu.ru можете найти, правильно? Да, да, все есть на сайте. Глядя, судак с соусом из лука порея. Порей такой, что как будто вчера с грядки. Птитин с соусом песто. Я даже не знаю, что это такое. Вот, израильская паста. Короче говоря, в общем, потрясающая номенклатура, совершенно разнообразная, как бы, заимствование из разных кухонь. Вы же, у вас же не только технологии топи, у вас же еще и, фактически, мишленовский подход. Да, есть. Ко вкусам, ко вкусам. Ребята, сейчас, чтобы закончить, как бы, мою мысль. Вот смотрите, не просто так это все показал. Давайте так, для жителей Москвы и Московской области, да? Да. Пока да, но уже кое-где можно и еще. Я уверен, что все пойдет, после того, как к нам приедете, все пойдет в гору. Значит, смотрите, ребята, у нас есть сет из 10 блюд. Вот, чтобы вы понимали, что мы не врем. Вот, кто первый сейчас? Кто первый, Паш? А я играю? Ты играешь, да. Но ты на замене пока. Так вот, кто первый скажет, напишет нам, коротенький ответ на два подвопроса таких маленьких. Сколько по времени морозят блюда и при какой температуре? Это у вас единое для всех, да? У нас есть среднее, мы усреднили. Среднее по больнице. Вот, кто первый напишет, тому сетик из 10 блюд на пробу. С доставкой. С доставкой. Есть у нас еще и маленький презентик всей аудитории Серебряного дождя, но об этом в самом конце, вот там, через 20 минут мы расскажем. Так, Петь, продолжаем. Про технологии. Ну да. Собственно, волокна, мясо и рыба остаются вследствие акустической заморозки неизменными, неразрушенными. Поэтому приходите на слепые тесты. Мы это делали. Мы сначала тоже не поверили. Мы думали, ну, возможно, это рекламная вещь какая-то. И мы так это скептически отнеслись сначала. И стали пробовать. Ну что? Ну да, очень большая разница. Именно чувствуется на овощах, на рыбе, на птице. Гигантская разница между обычной заморозкой шоковой и заморозкой акустической. То есть я правильно понимаю, что вот, ну, сейчас еду с доставкой можно купить, там, я не знаю, во вкус вилле, условно говоря. Она неплохая, вкусная, там, пожалуйста. Но вот это просто принципиально другой уровень. За те же деньги, кстати говоря. Это как будто вы приготовили и не морозили. Вот как будто только что дома сделано. Да, да, абсолютно. Вы сказали, что вы познакомились, вы сначала не поверили. Каким образом вы как-то сколлаборировались с учеными нашими? Как это? Почему вообще, откуда идея такая возникла? Ну, наверное, Екатерина расскажет. Да, мы изучали рынок замороженной еды. Вообще, в принципе, момент, когда мы придумали, эта идея возникла у нас, была пандемия. Мы засели дома, мы с мужем работали на удаленке. И плюс трое детей на удаленке. Ну, а ты все равно, ты на зумах, ты на конференц-коллах, куда ты вот пойдешь сейчас готовить борщ, а всех надо кормить? И у нас все время мысль крутилась, как сделать так, чтобы у нас все время была еда вот вообще в любой момент. Потому что один сейчас захотел то, другой это. И мы не могли найти вот такое что-то оптимальное. А я, понимаете, я очень сама люблю и готовить, и отношусь к еде не как к какому-то... Наказанию. Нет, нет, не как к топливу. Это для меня удовольствие. Я на компромиссы не очень-то согласна. И вот эта вся доставка еды, это не мое. Это невкусно. Для нас было это невкусно. Мы хотели как дома. Мы хотели так, как мы любим. И отсюда это все и пошло, собственно говоря. Мы начали изучать рынок. А если заморозить? Заморозка это самая древняя. То, что придумала природа для сохранения питательных веществ. Как вы знаете. Верно. Вот мы стали пробовать тоже, как, наверное, и все, кто попал на удаленку. Вообще вот эта доставка, это, конечно, такой колоссальный тренд современный, особенно для жителей мегаполисов. А тут еще пандемия, да, подхлестнула. Люди перестали посещать рестораны, кафе. А есть надо. И есть надо дома. А готовить и некогда, и не хочется. И там нет просто возможности зачастую. И да, мы тоже стали пробовать. Потому что невозможно было готовить на всех и всегда. Дома вот Екатериня я не готовлю. Стали пробовать сервисы доставки. Ну, как, наверное, и многие. Быстро отказались. Быстро отказались. Потому что, ну, еда должна быть свежей. Вызывает много вопросов. Ну, нет, нет, все понятно. Еда может быть даже отличная. Пока час ее тебе везут, особенно по пробкам. В общем, это все уже не так получается. Согласен. Так. И как вы попали на... Во-первых, на Игоря Писарского, который вам по вкусу помогал по формированию как бы самого меню. И как вы пришли к нашим ученым? Ну, вот родилась идея, да. Потому что я как-то подслушал у знакомого повара, что... А вообще, ну, как вот Екатерина говорит, очевидная идея. И всегда морозили еду, да. А если готовую еду морозить, и может ли она оставаться такой же вкусной? И задумались. Ну, как обычно. Современные технологии заморозки. Начали искать, искать, искать. И вышли вот на... И вышли. Но в мире сейчас наиболее популярна шоковая заморозка. Просто шоковая заморозка. Конечно. Не акустика. Акустика — это еще вещь новая. И на самом деле очень дорогая. Она в несколько раз там... Дооборудованная акустикой морозильный шкаф или камера стоит в несколько раз дороже, чем просто шоковая. Но, как оказалось, оно того стоит. И вот когда мы решили делать еду, собственно, главная задача стала, как передать вкус. Безусловно, что еда должна быть вкусной, иначе все остальное неважно. Мы стали смотреть на рынок. А есть ли игроки? Как они делают? И оказалось, что рынок, в общем-то, довольно-таки пустой. Почти нет никого. Мало кто есть. Мы попробовали всех. И, в общем, мы подумали, мы должны сделать лучше. А как лучше? За счет чего? И вот так вот мы узнали, почему не любят мороженую еду. Но есть стереотипы, да, потому что, говорят, у людей заморозка. Но это, наверное, еще вот с тех советских времен. Ну, вспомните, там, перемороженную рыбу, да, покрытую толстым слоем льда и иния. Конечно, кошачий хек. Кстати говоря, очень недешевая рыба в некоторых странах. Желтеет, мясо рыбы теряет, значит, окисляется, поэтому теряет вкус, появляется неприятный запах, теряет до 20-30% от своего веса. Ну, и вот эти самые разрушенные волокна. Вкусно. Ты не передашь вкус, если ты пользуешься традиционными методами. Вот надо было придумать что-то новое. И тут мы, когда стали смотреть на рынок, увидели эту технологию. Что вот, да, передает, и, как я говорил, мы не поверили, мы стали, ну, скорее скептически отнеслись, и стали больше читать, слушать, смотреть. И искать партнера. И в конце концов мы решили, что мы хотим это. И когда встал вопрос о выборе партнера, а он встал, что нужно нам найти кого-то, кто бы имел производство, ну, и готов был нести вот это финансовое инвестиционное бремя. Вот мы после нескольких, я после нескольких неудачных попыток вышел на Игоря Писарского, человека, известного не только в пиар-индустрии как основоположник он, но также как гастроэксперт, человек, который написал книгу «20 лучших шеф-поваров в России», ну, а также владелец или совладелец нескольких успешных гастро-проектов. Вот здесь, в лице Игоря, я нашел единомышленника. Он не сразу, но у него была идея замораживать бульоны и продавать их, он уже был близок. Ну, и тут оставалось только немножко раскрыть все карты, козыри, убедить. И здесь мы вот с ним, что приятно, пришли довольно быстро к единому подходу, как единомышленники, что да, надо вкладываться в качество. Мы готовим как в ресторане, мы, и не просто как, мы начинали готовить в ресторане на одной из ресторанных кухонь, с настоящим ресторанным шеф-поваром, со всеми ножами и так далее. Но надо этот вкус и передать. И лучшее, что мы смогли найти, это именно акустическая заморозка, которая полностью передавала и передает вкус приготовленных блюд, делая их, в общем-то, неотличимыми от свежеприготовленных. Но сейчас вам удалось масштабировать всю эту историю? Вы вышли за рамки кухни одного заведения? Мы весной уже переехали в новое производство в центре Москвы и даже уже долгим-долгим путем шли, чтобы построить большую акустическую камеру заморозки, а не просто шокеры. У нас выросло производство. Это очень важный момент. То есть у вас даже оборудование собственной конструкции, это не какие-то покупные, условно привезенные из Финляндии, я насколько понимаю, там эта технология тоже существует. Ну что-то уже готовое просто завезли, вы сами конструируете. Для нас конструировали камеру именно под наши параметры, и она теперь довольно мощная. Пока мы с ней пытаемся подружиться, потому что там 45 режимов заморозки, и вот мы и находим оптимальные для каждого блюда. Сколько у вас получается сейчас объем производства, если не секрет? Просто интересно. Ну, сейчас на самом деле он не превышает 10 тысяч порций в месяц. Но планы у нас, а главное, возможности стали намного больше. И до того, как мы переехали на новую кухню, нас пару раз полностью выкупили, пока мы были в ресторане, до единой штучки. Хотя такого вообще не бывает, была некая такая истерия пару раз. И мы поняли, нам надо расширяться, рынок-то большой. Люди хотят это, людям это надо. Ребята, вот я так скажу, значит, пудинга... Вот зайдите на su.ru. Вот просто интересно, пока за рулем едете, просто погуглите. Значит, не будем про прайсы говорить отдельно, но цена такая же, как во вкусные точки, условно говоря. А уровень там на кратно, ну, просто кратно выше. Ну, это вообще, ну, это все другое. Это фактически пока бутиковая еда, можно так сказать? Конечно. Бутиковая еда, но по абсолютно человеческим деньгам. И это трындецко вкусно. Вот не потому, что ребята там наши друзья и партнеры, а потому, что это... Вот я отвечаю своим желудком. Паш, не смотри на меня так, ты тоже пробовал. Да, мы... Ну, мы... Я тут еще раз добавлю, что называется, мы паримся насчет вкуса. И мы вот с Игорем Писарским договорились. Вот что бы там ни было, важен маркетинг, важна технология, конечно, очень важна. Важны названия, сервисы и так далее. Но мы должны вкусно приготовить. И мы, хоть и переехали из ресторана в производство, но мы сохранили крафтовое производство. Ручной труд. Покупаем лучшие продукты, как в ресторане. Конечно, никаких там ни стабилизаторов, ни усилителей, ничего. Ни добавок. Да, все натурально. Вот, вы смотрите, вы возьмете щечки дома, разогреете, а мы их готовили 8 часов. Привезли, мы их каждую щечку так вот отдельно упаковали для вас. Да, пока наморозилось, там был еще режим массажа. Массажа, обязательно, да. Мы массажируем еду перед тем, как ее начинаем шоково замораживать. Фантастика. Так, значит, она спрашивает, почему круглые штуки? Это, кстати, сейчас вы ответите на вопрос. Ну, сначала, коротенечко, пробежимся по тому, что, по ответам на нашу маленькую викторину. Так, так. Очень интересно. Повторите, пожалуйста, название isu.ru. Ice you. Да, в одном слове. Ну, как вы, слово, вот, выражение. Kiss you, love you. Fuck you. Кому? А почему, кстати, хорош? Хотя это тоже. Но не отражает смысл того, чем вы занимаетесь. Нет, это в коннотации, в любовной коннотации. Мы вообще, вот, я очень убежден, да, естественно, Катя тоже, что вообще надо все делать с любовью. Особенно, особенно еду. Ну, известный факт, да. С любовью приготовишь, будет вкусно. И здесь вот мы в этом названии тоже хотели передать, но оно такое, конечно, где-то молодежное, где-то озорное. Ну, вот именно этот смысл, что kiss you, love you, ice you, вот мы так вот эту вкусную льдышечку вам в сердце, чтобы она там растопилась. Так, значит, поехали, поехали. Верю, верю. Поехали по ответам. Быстренько пробегу. Так, добрый день. Морозит от 5 до 18, до минус 18, время 4 часа. Подряд, примерно, читаю. Какие молодцы ребята, все, уже год назад у них не было даже сайта. Я была одна из первых заказчиц, кстати, через инстаграм. Мне домой привезли эти смешные шайбы сами, ребята. И сейчас они уже на середином дожде. Поздравляю успехов. С сожалению, без подписи. Минус 35 градусов в 90 минут. Так, так, так. Минус 18, 4 часа по Цельсию. Минус 18, 5 часов. Так. Леофилка с ледовым конденсатором не эта история? Юрий из Москвы спрашивает. Я не знаю, о чем идет речь. Это точно не одно. Какая-то леофилка, нет. Так, 30 градусов. Минус 18, минус 24. Черт, пока никто даже близко не угадал. Минус 20, около 2 часов. Было, было, было. И по времени, и по температуре, я услышал. И по времени, и по температуре. Где 90 минут. А, вот знаете, заморозка 45 минут при температуре минус 58. Ну, тут кто-то в одно попадает, кто-то в другое. Кому будем давать, в конце концов? Ну, я предлагаю... Тому, кто сказал 4 часа, и тому, кто сказал минус 35. А, хорошо. Тогда мы делим это на два сета. Мы же раскидываем. Окей, значит. Если это усредненная история. 4 часа, температура минус 35 градусов. Почему такие параметры? Это как-то опытным путем? Ну, так подобран на режим. На самом деле, прости, Петр. Каждое блюдо имеет свой режим. Некоторое нужно сначала промассажировать, потом температуру уменьшать. Это щечки. Ну, например, мясо, там, цыпленок. Некоторые блюда нужно сразу шоково замораживать. Это, допустим, такие, которые впитывают влагу. Паста, птетим. Они же, если будут стоять и массажироваться, они впитают в себя весь соус. То есть у нас у каждого блюда экспериментально выведена лучшая технология для каждого блюда отдельно. Но усредненно, чтобы всё качественно проморозилось, видите, вот вы сидите, ничего не потаяло. Вот это потому, что выдержано для каждого блюда своё время. Это не менее четырёх часов. Лучше, если четыре, это будет для каждого блюда. Какие-то можно, допустим, лапшу достать раньше. Ага. Ну, потому что... И всё это, соответственно, потом... Как это... Ну, вот мы попробовали разные способы. Понятно, можно в микроволновку. Я знаю, есть некоторые люди, которые принципиально микроволновкой не пользуются, потому что у них страхи. Да, и мы не разогреваем в микроволновке тоже. Мы дома разогреваем в кастрюле с кипятком, кладём диски вот так вертикально. Они у нас... Прямо в пакетиках? Прямо в пакетах. Это сувид-пакеты, предназначенные для приготовления пищи, безопасные пищевые пластики. И причём ещё что, посмотрите, минимум упаковки. Это мы сдаём в переработку. Эти пакеты, они подлежат переработке. Минимум всяких картонок, пластика дополнительного. Промыли пакет и сдали в переработку. Вообще отлично. Чёрт возьми, я совсем забыл, что ребята же ещё и экологи, как мы с Доном Пабло. Я всегда мою пакеты. Так, ты что, мойщик пакетов, смотришь на птитим своими голодными глазами в очках? Вы так держите. Вот птитим с соусом песто. Почему он круглый? Ну а какая земля какая? Нет-нет-нет, скажи, почему он как шайба? Ну потому что он как земля, Виктор Ильич. Ну не знаю. А, потому что земля плоская. А, круглая кастрюля, круглая, и так она удобнее туда ложится. А ещё что? Во-первых, земля — это геоид, а не плоская. Плоская у нас плюс-минус как шайба. Это наша галактика Млечный Путь, как и все остальные галактики. На секундочку, почему ты можешь мне ответить? Почему такая форма? Кастрюля круглая, туда так ложится удобнее. Ну, плюс-минус. И ещё кое-что круглая, не квадратная. Ну, хотя есть. Тарелка круглая, и мы, Пётр лично бегал с линейкой. Он измерял все тарелки, которые встречал на своём пути. И он в оптимальную, вот эту, оптимальный диаметр 13 сантиметров. Вот не 12, не 14, 13. Это вы вычислили. Мне понравился. Секундочку, вы по Икее, прости господи, царство небесное, бегали с линейкой, измеряли средний диаметр посуды, которая продаётся. Да, так и было. Пётр измерял всё. То есть и не меньше, и не больше, оптимально. И даже 12 с половиной было не то. У нас же, вы знаете, у нас специальные формы, в которых мы морозим. Вот написано «Айсью», да? То есть это силиконовые формы, которые имеют оттиск нашего бренда. Чтобы нам не делать никакие там надписи, упаковки, другие. Сам себя продаёт. Всё на продукте. Как красиво. Через пакет вы видите продукт в натуральном виде. И вот эти формы надо было изготовить, зная точно, какой у нас диаметр диска. Вот Пётр, он вычислил идеальную длину. 13. Эльвира спрашивает, кстати говоря, опять спасибо за разъяснение. Эльвира спрашивает, как и где можно найти «Айсью» в Питере? Ну вы пока только для... Нет, в Питере у нас есть партнер. У нас есть люди, которые в нас поверили в Питере. И я думаю, таких будет всё больше. Мы подскажем, Эльвири. Это Пушкин, город Пушкин. Да, и там есть магазин. 303 коробки. 303 коробки. Там продаётся наша еда и даже с доставкой. Но вы по Питеру пока... Они не представляют. Это Пушкинский район Санкт-Петербурга, на самом деле, да. Но при этом город Пушкин отдельный, замечательный. Царское село более известное. Но если что, можно и в самом городе, да, оттуда, чтобы тебе привезли? Оттуда привезут. Привезут из Пушкина, да. Ребят, короче говоря, что я хочу сказать. Это надо обязательно попробовать. Особенно, если вы в Москве. И даже напишите нам потом про ваши ощущения, не знаю, в YouTube-трансляциях. Я уверен, что мы ещё ребят пригласим там через какое-то время к нам в гости. Обсудим это дело, потому что, ну, это правда. Это действительно, это абсолютно новое слово в индустрии доставки и готовой еды. Я напоминаю, айсю.ру сайт. И мы нашим, вашим любимым слушателям. Абсолютно. Вот, если вы сегодня закажете, напишите, там есть специальная поисковая строка «Айс Сильвер». «Айс Сильвер» в одно слово накиньте. Купон. Да. И это промо-скидка на 10% для всех, кто решится попробовать эту фантастическую вкусную еду. Ребят, спасибо, что пришли. Вам успехов в вашем деле. Спасибо вам и всем приятного аппетита, кто попробует.